Лето, пора каникул, когда дети большую часть времени проводят на улице и, как часто это бывает, без сопровождения взрослых. Именно в этот период ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом обостряется. Буквально на днях произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические акции, направленные на снижение аварийности на дорогах. Одна из них объявлена на этой неделе. Более подробно об этом поговорим со старшим инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Кристиной Рыбаковой. Кристина Евгеньевна, здравствуйте. Расскажите, о какой акции идет речь? Да, у нас сейчас проходит акция. Это общекружная профилактическая акция, направленная на профилактику снижения детского дорожно-транспортного травматизма. Она проходит с 17 по 21 июля текущего года. Основной упор у нас делается на профилактику нарушения правил дорожного движения детьми. Конечно же, также не остаются в стороне и взрослые. Расскажите, а какие мероприятия запланированы в ходе проведения этой профилактической акции? Будут проводиться профилактические мероприятия на детских игровых площадках, в детских лагерях. У нас сейчас у детей каникулы, как мы знаем, у них много свободного времени, которые они проводят либо во дворах на детских площадках, играя, либо многие посещают детские лагеря. Поэтому профилактические беседы будут проводиться как в детских лагерях, которые действуют у нас при школах, так и во дворах. Инспектора ДПС будут проводить профилактические беседы на автотранспортных предприятиях города, кроме того, в различных организациях. К этому будут привлечены как общественники. У нас имеется общественный совет при ОМВД России, они также активное участие в этом принимают, плюс юидовцы, плюс различные молодежные организации. То есть они активно у нас принимают в этом участие. Также хочется напомнить родителям, особенно родителям-водителям, которые ежедневно перевозят своих детей, очень часто ДТП происходит с детьми, когда они находятся в автомобиле. Поэтому не надо пренебрегать правилами, касающимися перевозки детей в автомобилях. В связи с этим как раз у нас 21 июля, в рамках этой же профилактической общеокружной акции, у нас 21 июля проходит день массовой проверки водителей на предмет выявления нарушений правил, касающихся перевозки детей в салонах транспортных средств. То есть инспектора ДПС будут останавливать транспортные средства и проверять, насколько водители соблюдают данные правила. То есть пристегнут ребенок, если он пристегнут, то правильно ли пристегнут, находится ли он в детском удерживающем устройстве, либо в бустере. Ну это уже все зависит от возраста ребенка, от его массы и веса. Какое количество и детей, и взрослых будет охвачено профилактическими мероприятиями? Планируем охватить в ходе мероприятия более тысячи детей, также большое количество родителей, потому что в основном, когда проводятся профилактические беседы, то есть даже на той же детской площадке, когда сотрудники госавтоинспекции приходят проводить беседу, знаете, что с детьми часто бывают и родители гуляют, они не остаются в стороне, все очень активно в этом участвуют. Тут у нас даже есть родительский патруль, который в основном в вечернее время проводит профилактические мероприятия, то есть где-то около пешеходных переходов, например, могут остановиться оживленных, около детских садов, около детских площадок и контролировать соблюдение несовершеннолетними правил дорожного движения. Также у нас активно применяется СГУ, то есть на патрульном автомобиле у нас оснащен громкоговорящим устройством, по которому воспроизводится запись, чтобы лишний раз напомнить детям и взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения. В основном это применяется на оживленных улицах, где-то на детских игровых площадках, вблизи детских садов, то есть в местах массового скопления детей, также и взрослых. Также на информационных стендах у нас размещается информация по правилам дорожного движения, чтобы наглядно, то есть дети и взрослые могли увидеть, в основном это доступно, то есть это небольшие буклеты, мы их размещаем как в поликлинике, например, детской, то есть также на информационных стендах в многоквартирных жилых домах. Кристина Евгеньевна, сейчас дети большую часть своего времени проводят на улице, катаются на велосипедах и самокатах. Что посоветуете и детям, и взрослых, чтобы избежать неприятных последствий? Хочется лишний раз напомнить родителям о том, что все-таки они ответственны за своих детей. Даже покупая обычный велосипед, то есть мы вроде купили, сделали хорошо, порадовались. Не просто купить ребенку велосипед, нужно объяснить ему правила дорожного движения. То есть покупая ребенку велосипед, вы все-таки подвергаете в некоторой степени его жизнь риску, потому что ему нужно сразу объяснить, что при пересечении проезжей части необходимо обязательно спешиться. То есть ребенок, передвигающийся на велосипеде, это такой же участник дорожного движения, который должен соблюдать определенные правила и неукоснительно им следовать. Сейчас лето, у детей много свободного времени. Родители должны напоминать детям о важности соблюдения правил дорожного движения и как-то контролировать их досуг. Большое спасибо, Кристина Евгеньевна. А я напоминаю телезрителям, что сегодня о проведении профилактической акции «Внимание каждому» мы говорили со старшим инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Кристиной Рыбаковой.